Всем привет, Леонид Котвицкий. Сейчас утро, только что вынул косу из гаража. Пробую заводиться. Вот вам картинка. Со второго тречка завелась коса. Вот с одного-двух рывков сейчас заводится у меня коса. Наконец-то. Так сколько у меня уже было кос, китайцев разных. Это паршевенький китаец, далеко не из лучших. Как обычно, у них обычно подолгу дергаешь, заводишь, особенно на холодную. Так на горячую уже легко, если все хорошо соблюдаешь и нет перегрева. А на холодную, как обычно, поподергаешь. А вот это вот наткнулся наконец-то на масло, на котором моя коса. Я могу отвечать только за свою. Стало очень хорошо заводиться и хорошо работать. Перегрева нет. Значит, масло куплено на рынке. Люди спрашивали, дайте ссылку. На рынке. У нас здесь приезжает ярмарка по вторникам. Так, спросил, дайте хорошее двухтактное масло. На ваш выбор. Дали вот это. Штиль HP пишет на нем. Так, я раньше использовал Husqvarna HP. Так вот, Husqvarna хороший. Именно в плане работы косы я не жаловался. Работает, не перегревается. Все окей. Но насчет завода. Заводилось плохо. У нас еще бензин очень паршивый. Здесь проездная в селе. Проездная автозаправка. И знаете, как это проездные? Они не очень-то за качеством следят. Ну и вот. Бензин был 92-й, на котором я залил сначала это масло. И сразу почувствовал разницу. Буквально один раз покосил с ним. Потом на следующий день завожу. Опа! Настолько легко стало заводиться. Я заметил разницу. Сейчас 95-й бензин с той же заправки. Опять же, хорошо, легко заводится. В общем, я понял, что дело в масле. Бутылочки я то себе перелил уже сюда в другую банку. Бутылку с дозатором. Хотя есть и вот эти штилевские с дозатором. Баночки могут отличаться. Дело в чем. Есть два варианта. Одного и того же масла. Не считая подделок, конечно. Значит, один вариант. Это завозят уже в бутылочки, разлитые в стране производители. Они обычно дороже стоят. И у них обычно годами сохраняется одна и та же упаковка, форма. Все очень строго. Другой вариант завозят то же самое с заводом, но уже в бочках. И уже у нас в стране, в моей это Украина, так разливают. Здесь лепят этикетки и все. Соответственно, это скорее всего второй вариант. Даже и этот вариант дорого стоит, но работает, конечно, очень качественно. Говорю, в восторге. И что надо понимать, конечно, бывает палево. Так может попасться подделка. Особенно вот в таком случае. Так кто его знает, что они разливают в эти этикетки. Ну, в моем случае обошлось. Взяли они 170 гривен. Конкретно за эту бутылку литровую. Прекрасно. Прекрасно. Доволен, как видите сами. Что-что на завод стал хороший. Да. Лью 20-25 вот так миллилитров на литр. Это получается 1 к 40, 1 к 50. Вот так. Когда чуть больше, когда чуть меньше. В самой косе в инструкции пишут 1 к 25. При любых видах масла. Я лил где-то 1 к 35. Вот так раньше. 30 миллилитров, 28. Сейчас этого лью 20-25 миллилитров на литр. И нормалехонько работает. Вот позавчера косил 20 соток подряд. Я не становился, не ждал охлаждения. Хотя жара, как раз обедняя пора. Нормальнехонько работал, а без перегрева, без ничего. Так что вот такая штиль HP. Ищите, если у вас вот такая ситуация с бензином и косой, как моя. Что плохо заводится. Возможно, именно с этим маслом будет хорошо работать. Ссылки не дают, а как покупал на рынке. Соответственно, по названию гуглите сами. Или покупайте в местных магазинах. Если у вас есть надежные, проверенные продавцы. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok